Идите в Сбер, идите куда хотите, мы у вас платежи эти брать не будем. Плюс 60 рублей с человека за страхование имущества. Именно столько отдают уфимцы, которые платят за коммунальные услуги в отделениях Почты России. При этом пенсионеры сообщают, что отказаться от этой опции нельзя. Иначе платеж за коммуналку у них просто не примут. С этой проблемы к нам обратился Сергей. Его отец сам столкнулся с такой ситуацией. Смысл в том, что на почте начали брать какие-то 60 рублей за страхование имущества. В чеке это четко написано. Страхуют они имущество на месяц календарный и на сумму 1,4 млн. Значит, я задал вопросы на почте, они просто мне не ответили, почему это происходит, для чего это делается. Услуга страхования и правда есть на почте. Но делать ее обязательно в отделениях не имеют права. Говорит нам закон о защите прав потребителей. Но тем не менее, клиентам даже не объясняют, что именно страхуют на почте. Все детали можно узнать только из чека. Сообщают нам посетители почты. Ну, удивился очень сильно, когда действительно прочитал, что написано в квитанции. И причем со слов отца, опять же, что без этой квитанции платежи не принимают. Нет, ну я спросил, что за... Они говорят, страховать имущество. Я говорю, как так, я говорю, раньше в гос. страх, я говорю, ходил по домам, квартирам, я говорю, а сейчас, я говорю, прямо здесь. Ну, вот сейчас так. Все, и больше ничего мне не говорит. Все платите 60 рублей. А вы видели, что у вас в квитанции написано на 60 рублей? Не читали? Квитанции не написано. А вы, если прочитаете квитанцию, которая написана вам в 60 рублей, там написано, что вас страхуют ваше имущество. Вы согласны, что страхуют ваше имущество? Вам зачем это нужно? Да, обязательно. Обязательно сказали. Вот. Теперь обратите внимание, это то же самое, о чем я вам рассказывал. Что без вот этой квитанции в 60 рублей платежи не принимают вообще. Сергей рассказал нам, что ходил в другие отделения. В одном из них кассир предложил заплатить названную сумму из своего кармана. Лишь бы мужчина не акцентировал внимание на этой сумме. Тогда Сергей вызвал полицию, но появление ее так и не дождались. Смысл в чем, что если сейчас эти люди начнут отказываться от 60 рублей, которые вот здесь якобы страхование имущества непонятно для чего сделано, то у них платежи не возьмут. И им скажут, что так же, как сказали мне, идите в СБЕР, идите куда хотите, мы у вас платежи эти брать не будем. В том месте я спросила, и это ваше имущество вы страховаете. Вот и все. Висерасказ. Никуда не пробовали идти? А куда пойдешь? Полицию, как минимум. Это незаконно. Женщина была права. Пока пенсионеры туда-сюда будут ходить, это, знаете, бесполезно. Оформление любых страховок в почтовых отделениях – это добровольная услуга. Оператор может только проинформировать клиента о такой возможности. Сейчас мы проводим внутреннюю проверку, и если выяснится, что сотрудники нарушили правила оказания услуг, к ним применят меры дисциплинарной ответственности. Отмечу также, что в течение 14 календарных дней с даты оформления страховки клиент вправе от него отказаться и обратиться за возвратом денег. Мы обратились в управление Роспотребнадзора по Башкирии, где нам рассказали, что неоднократно объявляли предостережение Почты России по этому поводу. Там же нам сообщили, что направили иск в суд о прекращении противоправных действий, где он и сейчас находится на рассмотрении. Валерия Поносова, Андрей Шуняев, Телеканал ЮТВ.